108 поддельных купюр. Именно столько фальшивок выявили в Ивановской области за первое полугодие. 53 банкноты за первый квартал и уже 55 за второй. Лидеры в этом году – пятитысячные купюры в моде, образец модификации 2010 года. Поддельные денежные знаки выявлены в начале этого полугодия. Пятитысячные купюры, в которых выполнена голографическая полоса с номиналом. И также имеется перекатывающееся изображение полосы на гербе города Хабаровска. Второе место среди подделок занимает банкнота в тысячу рублей. Несмотря на то, что купюры любого достоинства оснащены защитными признаками, определить подделку бывает непросто. Чтобы удостовериться в подлинности купюр, необходимо проверять не менее трех признаков. Водяные знаки, защитные нити, микроперфорацию. Все это можно увидеть на просвет. Самый заметный и удобный элемент для проверки – герб города. Кроме того, я советую, чтобы контролировать этот признак, оптически видоизменяющий свой цвет краску, не только при наклоне банкноты, но и с разворотом. То есть, как бы, приходит изменение цвета по гербу, и также полоса перекатывается. Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют не поддаваться на просьбы прохожих поменять крупную купюру на мелкие, а также не разменивать деньги в сомнительных местах, например, на рынке. Крупные банкноты лучше сразу проверять на подлинность, так сказать, не отходя от кассы. Разницу между фальшивкой и оригиналом можно не только увидеть, но и почувствовать. На изготовление настоящих банкнот идет специальная бумага с сетчатой структурой, немного шершавая на ощупь. А вот подделки, как правило, более гладкие, рисунки на них нерельефные. В крупных магазинах вероятность оборота фальшивок крайне мала. Сейчас на каждой кассе есть специальный детектор, с помощью которого работник определяет подлинность денег, просматривает купюру в различных излучениях. Но, как выяснилось, и прибор не всегда спасает. Помогают исключительно знания кассира. Сто процентным он в принципе не является. То есть сейчас фальшивая монета достаточно хорошего качества. И понятно, что порой даже детектор показывает, что она в принципе натуральная. Но если кассир там смотрит даже так же на просвет и рельефность проверяет, то видно, что купюра поддельная. Сотрудников крупных торговых точек специально обучают определять банкноты на подлинность, чтобы даже по оттенку и качеству бумаги интуитивно понимать, настоящая это купюра или нет. Если все же сомнительная банкнота оказалась у покупателя на руках, специалисты рекомендуют вспомнить, откуда купюра взялась, и немедленно обратиться в полицию. Имеют место факты, когда граждане сознательно реализуют фальшивые купюры. То есть они боятся потерпеть финансовые потери и пытаются их разменять где-то в торговых точках. На самом же деле за это деяние предусмотрена серьезная уголовная ответственность, так же, как и заведомый сбыт фальшивых денежных знаков и их изготовление. Злоумышленники знают множество способов, как внедрить подделки в оборот. Обманут нас или нет, появится ли фальшивка в кошельке или будет уничтожена, зависит исключительно от внимательности каждого. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иванова.